Праздник Светлого Христова, Воскресенье, главное событие года для православных христиан. В этом году он выпадает на 24 апреля. Ему традиционно предшествует Великий Пост. Во время него православные христиане берут на себя определенные ограничения, стараются больше внимания уделять своей душе. Почему и всем ли необходимо соблюдать Великий Пост, как правильно подготовиться к светлому празднику Пасхи, об этом и не только. В студии программы подробно расскажет руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Сочинской епархии, священник Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Пасх – один из главных церковных праздников. Действительно ли он празднуется не один день? Да, это так. Праздник Пасхи празднуется не один день. Это не только воскресенье, но фактически и целая неделя после этого воскресенья, которое называется Светлой Седмицей, посвящена празднованию Пасхи. Более того, церковные праздники празднуются до так называемого отдания. И вот отдание праздника Пасхи будет незадолго до праздника Вознесения Христа. Фактически праздник будет продолжаться целых 40 дней для нас, и все эти дни мы с радостью и ликованием в сердцах будем говорить друг другу «Христос воскресе», воистинном воскресе. Когда начнутся в этом году богослужения? Почему каждый год в разное время? В кафедральном соборе будут совершаться два богослужения. Ночное и затем утром для тех, кто по той или иной причине, может быть, потому что у них маленькие дети или силу возраста, не смог посетить ночное богослужение. И так в полночь начнется пасхальный крестный ход, и затем будет божественная литургия. И все, кто принесет, естественно, куличи, яйца, пасхи творожные, все пасхальные вот такие символы и радости, и праздника Пасхи, они будут освящены, эти куличи, яйца будут освящены. Утром на следующий день в 9 часов утра состоится божественная литургия. Также после ее окончания будет совершено освящение яиц, куличей, пасхи. Отличается ли это служба от других? Пасхальное богослужение – это самое торжественное в году богослужение. Священники облачаются в яркие пасхальные одежды, храм украшаются, и сердца человеческие украшаются добродетелями. Добродетелю воздержания помогала нам весь пост подготовиться к празднику Пасхи. Собственно, пост – это очень важный в духовной жизни человека инструмент для воспитания силы воли, для воспитания духа. Это инструмент такого духовного подвига, духовной жертвы человека, да, вот с которой он потом приходит к этому празднику Пасхи. Это жертва любящего сердца, она является ответом на тот подвиг, который совершил Христос ради нас. Потому что, чтобы спасти человека, Богу самому пришлось стать человеком, взять на себя естество человеческое, и, умерев на кресте, сойдя во ад, освободив души тех, кто там находился, самому воскреснуть. И все христиане знают, что так же, как Христос воскрес, и они воскреснут во Христе. Это очень важное и радостное событие человеческой истории. Поэтому для нас вот этот малый подвиг ради Христа является таким вот соучастием, является и подготовкой, является и средством, скажем так, для подготовки себя к исполнению радости этого праздника. А когда и как храм готовится вообще к Пасхе? И как вообще людям тоже нужно правильно подготовиться к Пасхе? Храм готовится задолго, естественно, до праздника Пасхи. И вместе с прихожанами мы устраиваем уборку, украшаем наш храм и наши сердца. Потому что очень важно украшать не только то, что находится снаружи, но и то, что внутри, а это самое главное духовное содержание праздника, является для нас основным и самым ценным. Самое ценное то, что отражается в нашем сердце. И с самого начала поста христиане начинают готовиться, украшая свое сердце добрыми делами, помощью ближним, делами милосердия, молитвой за тех, за кого некому молиться, помощью тем, кому некому помочь. В этом плане ведется очень большая такая социальная работа церковью. И можно к этой работе присоединиться, стать либо участником волонтерского движения, помощи, либо какими-то средствами, какими-либо ресурсами помочь тем, кто действительно нуждается в помощи. Особенно важна для православных христиан Страстная Седмица, последняя неделя перед праздником Пасхи, потому что она является неким завершением, неким подведением итогов той духовной работы, которая была проделана каждым из нас, самим собой в течение поста. Нам не перед кем держать ответ, как только перед своей совестью и перед Богом, ради которого мы совершали этот подвиг. Не для кого-то, не для чего-то, а для собственного совершенствования, как дело доброй воли. И этим и ценен этот подвиг поста. В Страстной Седмицу вспоминаются вот такие самые важные события, связанные с земной жизнью Спасителя. Вспоминается то, ради чего Он пришел, то, что Он совершил, то, что произошло с Его пришествием, да, и с предательством Его, с тем, что Его распяли. А произошло следующее. Христос принес Себя в жертву за грехи всего мира. То человечество, и та религиозность человечества, которая была до Христа, она отжила свое. Она не выполняла той функции, которую должна была выполнять и за четким соблюдением буквы закона потерялся его дух. А дух закона — это любовь. Любовь — это свойство божественное, которое непосредственно нас с Богом связывает. И Христос, придя в этот мир, показал, каким должен быть настоящий верующий человек. Ученик Христов должен во всем подражать Христу. И не себе угождать, но служить ближним. И трудиться ради добра и ради того, чтобы могли другие люди тоже спастись и могли получить от Бога особый дар, который называется благодать. Вот каждый из нас стремится получить этот дар. Он дается только смиренным сердцем, потому что только смиренное сердце способно воспринять Бога. Для этого мы и упражняемся аскетически, да, вот для этого нам нужен и подвиг поста, для того, чтобы, побеждая какие-то страсти телесные, побеждая над материальным, возвысить духовное. Это очень важно для каждого из нас. Самые важные события на Страстной Седмице происходят в четверг. Это служба чистого четверга, так называемого, да, когда вспоминается Тайное Вечеря. Тайное Вечеря — это последняя трапеза, последний такой ужин Христа со своими учениками, перед тем, как его после предательства Иуда арестовали и повели на распятие. На Тайной Вечере Христос установил самое главное церковное таинство, которое соединяет нас с Богом, причастие. Во время Вечеря Христос преломил хлеб, это такой ближневосточный обычай, старший на пире, да, преломлял хлеб, раздал ученикам, но сказал совершенно необычное для вот трапезы, да, понятно, должна быть молитва воздана Богу, благодарение, и он сказал совершенно необычные слова. «Возьмите, ешьте, да, это мое тело, которое за вас ломится в оставление грехов». И затем дал им из чаши вина петь, говоря, «это кровь моя за вас, за многих изливаемая в оставление грехов, и это творите в мое воспоминание». Вот так было установлено таинство и в Харистии, и с тех пор, с тех времен, да, ну, совершается за богослужением в православном храме, каждую литургию. В таинстве причастия мы невидимо мистическим таинственным образом соединяемся с самим Богом. Вот, и опять же, в контексте праздника воскресения Христова, да, почему это для нас важно? Потому что, как Христос воскрес, мы, соединившись со Христом, тоже воскреснем. Это важно для нас, потому что во Христе и со Христом мы побеждаем грех и смерть, власть греха и смерти над человеком. То, что казалось невозможным, становится возможным. Бог преодолевает, да, вот законы естества человеческого, побеждая то, что властвует над человеком с момента грехопадения. Еще важное богослужение совершается в пятницу, будет износиться плащаница, потому что в пятницу воспоминается распятие Христа, и вот эти трагические моменты священной истории верующим вспоминаются. И в Великую Субботу, после Божественной Литургии, совершается освящение, да, пасхальных снедий, нужно об этом помнить, да, когда приходишь в храм, принести можно и в Великую Субботу осветить после Литургии. Дмитрий, а как правильно праздновать Пасху, чтобы не потерялся заложенный в ней смысл? Самое важное, не терять не только культурные традиции, но не терять духовного содержания праздника. А он связан в первую очередь с духовным изменением, с изменением себя. И настраиваться на праздник Пасхи необходимо некой подготовкой, принести некую жертву Богу своими добрыми делами, своим ограничением, да, вот каких-то проявлений негативных, доброй, плодотворной, можно так сказать, работой над собой, прощением обид, постом, который является таким вот и упражнением, и подвигом, и тем, что изменяет человека, дает ему силы. На столе в этот день должны стоять куличи, Пасха и яйца. А некоторые говорят, что еще в этот день на трапезу допустимо вино. Так ли это? Все верно. Но с вином я бы немножечко уточнил, что вино, безусловно, является символом радости. И, конечно, очень важно с этим символом не переборщить, так сказать, да, важно уметь себя ограничивать в употреблении вина для того, чтобы ликование и радость не перешли в нечто неподобное, да, и несоответствующее, да, характеру праздника Пасхи. Ну, порадовать себя в этот день вином, конечно, можно и своих близких. Но самое главное, это не вино. Принято Христа называть хлебом жизни, потому что через соединение с ним человек получает радость жизни вечной. И эта радость в кулинарном исполнении символически обозначается сладостью, да, вот этой пищи, сладостью кулича, сладостью Пасхи творожной, да, если мы про нем говорим, тоже сладость рая. Та радость и блаженство райское, ну, такие отголоски, скажем так, его проявляются и в той пище, которую мы видим на столе. С яйцом тоже связано и предание такое христианское, что Мария Магдалина, одна из учениц Христовых, проповедуя его воскресение, пришла к императору Тиберию и возвестила ему о воскресении Христа. Тиберий не поверил, но как бы доказательство этого воскресения, яйцо, которое она принесла ему в дар, вдруг поменяло свой цвет. Этому символу в христианстве есть и очень важное обоснование. Он является символом воскресения, словно из чего-то неживого, напоминающего камень, вдруг появляется жизнь. Вот символ воскресения, символ победы над смертью, яйцо. И поздравляя друг друга, христиане за трапезой, христосуются. Традиция именно с этой символикой связана. А в этом году в связи с коронавирусной ситуацией будут какие-то послабления по ограничениям? Слава Богу, в этом году никаких ограничений нет, и все желающие могут беспрепятственно посетить все богослужения и Страстной Седмицы, и Пасхи, и Пасхальной недели. Дмитрий, большое спасибо. А я напомню, в нашей студии был руководитель отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ и обществом сочинской епархии священник Дмитрий.